Ну а в России по-прежнему Путин, то есть все в порядке, кошмарный сон продолжается благополучно. Правда, мы будем давай объективнее, потому что смотри, вот в рождественскую ночь Владимир Владимирович великодушно в очередной раз дал России шанс, без респиратора или маски, проторчав в надышенной церкви пару часов. Я не хочу никого разочаровывать, но шанс на самом деле невелик, поскольку вот эти вот надышатели, они предварительно подверглись строгой, предварительной селекции, а молитвенное помещение было предельно тщательно обработано. Вообще откуда взялась эта массовка? Это отдельный вопрос. Вот я могу тебе сказать, я знаю те края, вот от этого островка с этим поповником до ближайшего села Юрьево 40 минут по воде. Сейчас там нет воды и нету местечка, где можно было бы проехать, потому что вот все вот такими торосами. И на самом островке какой-то народ, конечно, обитает, но, во-первых, совершенно не в убедительных количествах и совсем не в той кондиции, которую можно вообще показывать перед камерами. Причем мы понимаем, да, что Путин воспользовался этой ночью, чтобы в очередной раз напомнить стране о своем хобби. Ну, хобби у любого человека может быть любым, в том числе и древнееврейские сказки, он имеет на них право. Но лучше бы у него было какое-нибудь хобби, связанное с электротехникой, электрикой или гидравликой. Тогда, возможно, он бы заинтересовался, что вот в этом месте, где концентрируется русская духовность, во-первых, разумеется, нет ни канализации, ни электричества. И если в прошлый его визит привезли электрогенератор и два пластиковых сортира переносных, то в этом спустя много лет привезли, наконец, солярку и еще два пластиковых сортира. А вообще, как обычная бытовая норма, это керосин и парящееся очко. Потому что это все не духовно, вот эти все удобства, ну неприлично даже. Я понимаю, но дело в том, что вот это вот местечко, оно находится в так называемом Ракомском поселении. Долго думали не переименовать ли для благозвучия, с учетом того, что будет цитировать западная пресса, вот из Ракомского или Ракомского в Крабовское какое-нибудь. Нет, решили все-таки этого не делать. Там живет примерно 2000 человек в 25 деревнях. И в том поселении, где находится вот этот центр духовности, там нет канализации, больницы и школы. Сколько стоило восстановление церкви, которая нужна раз примерно в 6 лет, это понятно. И понятно, что духовность очень плохо сочетается с канализацией, электрификацией и грамотностью. И поскольку, в общем, духовности становится больше, электрификации, канализации и грамотности меньше, понятно, что духовность завоевывает новые и новые высоты, вот из скитов, землянок, постепенно подбираясь к нашим глоткам и готовясь в них вцепиться. Вообще воцаряется нравственность, потому что, если мы посмотрим, как сейчас заказывается, вот сейчас, как заказывается проститутка, то мы выясним, что наиболее... А что это вы так радостно рассмеялись сразу? Мне нравится, как был переход от духовности и нравственности сразу к проститутке. Подожди, вот когда заказывается проститутка, заказывается православная, воцерковленная девушка, без ковида и вредных привычек, способная поддержать разговор с косой, способная поддержать разговор о славе русского оружия.